Девушки отдыхают Удачи на соревнованиях Спасибо вам Давай, боец, удачи Ни пуха, к черту С ума сойти Какой же он взрослый стал Уже 19 лет Такой мужественный Да, как говорит моя ритуля Время на их стороне, а не на нашей Да Кстати, ты собираешься выпускать Своего института красоты, а? Да не переживай Я верну тебе ее сегодня Спасибо, Валич После еды тоже не забудь принять Хорошо Болит? Ничего, ничего Пройдет А, того тебе сказать Дима письмо прислал Саша и Лариса Да Надо же Столько лет не давал о себе знать Как он? Пишет, все нормально Переехал из Бостона В Нью-Йорк Работает в городской больнице Все вроде бы все нормально У него все хорошо Я доволен Тебе, кстати, тоже привет передавал Спасибо А тебе? А мне нет Столько лет прошло Ни строчки Карин, доброе утро Доброе утро, Максим Леонидович У себя? Как всегда Подожди минуту Сейчас Хорошо Хорошо В скором времени Свяжется секретарь И мы договоримся о встрече Да Всего доброго Да ты не торопись Я привык ждать Ладно Катя Ты придешь обедать? Нет Я сегодня обедаю с Иванной Ты постоянно со своей Иванной Ты же знаешь, что папа не любит, когда тебя нет со столом Мам Ну не обижайся Я побежала, я на лекции опоздаю Отдел кадров спрашивает Я вообще в этом году в отпуск-то пойду? А ты хочешь в отпуск? А как ты думаешь? Конечно хочу Отпустишь? Нет Ты же сам понимаешь, какой у вас период Ну я почему-то даже в этом ответе не сомневался Ты же понимаешь У тебя пять операций назначены И это только на эту неделю Ладно, проехали Ну, как там наш чемпион? Ой Сегодня начались городские соревнования Волнуешься? Да Да не волнуйся, я уверен Он выиграет Ты представляешь, он взялся за материал следующего семестра Яблоко от яблони недалеко падает Ты себя вспомни, когда была абитуриенткой Ты тоже читала учебники для четвертого курса Мне кажется, что ему профессия надоест раньше, чем он университет закончит А еще я очень переживаю за то, что он влюбится Нашла чего бояться? Это тебе так легко говорить А ведь если это произойдет, то все Он все забросит, все пойдет кувырком Да-да Тут все? Да Ну, отлично Так, кстати, мы сегодня начинаем оформление твоих документов на освобождение Спасибо Иди Это все, что у нас есть Ну, не так уж и мало Немало Но на новый ресторан не хватит Не думай о прошлом Думай о будущем Главное выбраться на волю Так, ну-ка головочку Ай Только аккуратнее, а Ну, потерпи чуть-чуть Красота, как известно, требует жертв Нет В данном случае этого потребовала глупость Терпи Что вы все заладили, а? Ну, я хочу быть красивой Разве это глупо? Это говорите мне вы, косметолог и пластический хирург Хотеть быть красивой, будете прекрасной Это глупо Наташа Ну, открывать можешь глазки Зеркало дать? Я боюсь Вот тебе на Рит Ну, ты хоть и с новым лицом, но ты же все та же Что? Я совсем не изменилась? Все плохо, да? Да все хорошо, Рит Ну, было красивое лицо Стало как красивое лицо Держи Давай Ну, как? Наташка Что, не нравится? Вот знаешь, там люди на день рождения подарки всякие получают Ну, цветы, духи, сувениры А ты мне красоту подарила Катя сегодня дома обедает? Нет, сказала, перекусила где-то в кафе Я тоже сегодня не успею Много работы в больнице А у тебя каждый день много работы? Вот если бы ты устроился в частную клинику Ты мог бы иногда обедать дома Мы могли бы поговорить А о чем? У нас с тобой в последнее время все меньше и меньше общих интересов А точнее всего один Катя Ну, зачем ты так говоришь? Потому что с недавних пор у тебя, вон, в глазах одни-дин знаки Ларис, ты... Ладно Я пошел Ритуля? Ритуля Что, как тебе мой нос? Прекрасный нос, чудесный нос Ну, Ром, ну подожди, ну я серьезно Рит, я так соскучился Я люблю тебя с любым носом, с таким, с любым другим Ну, подожди, подожди, ну... Так лучше, правда? А ну? Во, ты у меня самая лучшая Ром Я же говорила, нужно было вещи оставить Теперь наши места заняли Девушки, извините Мы не знали, что это ваш столик Мы уже уходим Да ладно, подождите Мы здесь все вместе поместимся Не возражаю Меня Леонид зовут Ивана Андрей Катя Очень приятно Эй, вы будете есть? Эй, вы есть, собираетесь? Катя, дай мне свой номер телефона А, а тебе зачем? Да ладно, Ивана, подожди Держи Так, я сейчас тебе маякну Да, и твой номер высветится у меня Все, готово Привет, салют, салют, привет Можно я тут? Спасибо А что ты, Андрюха, все не один Да не один Девчонки симпатичные Ну, впрочем, как всегда Может, познакомишь? Некогда знакомиться Мы уже пообедали и уходим А что ты, волнуешься, что уведу? Так бы сразу сказал Паша Нельзя так громко завидовать Пока, ребят Главное здесь ничего не оставить Плохая примета Обязательно вернешься, если оставишь А это в мои планы не входит Ты чего так смотришь? Ты ведь меня не бросишь? Все будет так, как мы договорились Обещаю тебе Через месяц и пять дней я тебя встречу Так что ни кись, ни подруга Держись А вот это твоя справка об освобождении И не попадай к нам больше Больше никогда Ну, знаешь От тюрьмы и от сумы Любить пословицы и поговорки Что ж Кто не рискует, тот не пьет шампанского Ишь ты Чао Рита, привет О, привет, чемпион Ну как, в газету сфотографировали? Да Главное событие дня? Нет Главное событие дня состоит в том Что я познакомился с девушкой Так вот, почему мы так сияем Ну, давай, рассказывай Это самая удивительная девушка на всем белом свете Ну, конечно Конечно, ты всегда так говоришь, да? А потом, оказывается, самая обычная вертихвостка Нет, Рита На этот раз все по-другому Катя, она не такая Она Удивительная Как ты думаешь? Он мне позвонит? Откуда я знаю? Я почему-то уверена, что да Да, родственники, это хорошо, конечно Дмитрий, слушай, у тебя вроде отпуск скоро Ты куда собираешься? На родину, в Россию? Да нет, на родину не поеду, я еще не так соскучился На Кубу поеду Да Да Уорренс тест резалт Спасибо Дмитрий, на вечер Спасибо Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Завидую я тебе, Дмитрий Да? Какая женщина? Вы на Кубу вместе едете? В общем, когда родственники оплатят, все Ты сразу пациента ко мне направь, хорошо? Хорошо Удивительно складывается жизнь Надо было Диме уехать так далеко, чтобы сделать карьеру Но он мог сделать карьеру и здесь, если б не это особо Ты имеешь ввиду Наташу? Ну что там, Саша? Сердечно повышенное, так? Более-менее Саша, а вдруг я не доживу до завтра И не увижу Диму Семен Кузьмич, ну что вы такое говорите? Вы еще проживете много-много лет Просто операцию нужно сделать Наталья Ивановна, к вам Евгений Викторович Курехин Пригласите, пожалуйста Наталья Ивановна, здравствуйте Здравствуйте Познакомьтесь, пожалуйста, ведущий хирург Максим Леонидович Нечаев Мой главный помощник и коллега Рад знакомству, рад знакомству Присаживайтесь Спасибо Так, Наталья Ивановна, вот документы, о которых мы с вами говорили Спасибо Наталья Ивановна, я думаю, у вас все устраивает Да, это именно то, что нам нужно Я думаю, что в скором времени мы подпишем с вами договор Как только Максим Леонидович ознакомится со всеми документами Я с вами свяжусь Ну что ж, буду ждать вашего решения Всего наилучшего Всего наилучшего И надеюсь на скорую встречу Всего доброго До встречи Всего доброго Это кто? О каких документах речь? А мы закупаем мобильные диагностические кабинеты Ты же понимаешь, что люди в провинции не могут сделать УЗИ или, например, маммографию Аппаратуры нет Да, я понимаю, Наташ, но мне кажется Да, и смертность у нас настолько высока по сравнению с западной Именно по той причине, что поздно диагностируют А несправедливо, что люди в провинции болеют больше и стареют раньше, чем в городе Наташ, я вообще-то врач, если ты помнишь Мне не надо агитировать Но я думал, что это речь идет об оборудовании для института Как видишь, нет Замечательно Но последние 10 лет мы занимаемся совершенно другим А это Не наша область, не Дисыны Да, занимались другим Теперь займемся еще и этим Это очень важное дело Отлично А почему ты только сейчас мне об этом говоришь? Да вот, сейчас говорю Если не мы, то кто? Я писала, я ездила в Минздрав Мои обращения ничем не закончились Просто все люди равны перед Богом и имеют право быть здоровыми Отлично Ты меня очень удивила Саш, ну что там? Не уберет Дим, привет, это Саша А что у тебя с голосом? Я тебя отвлекаю? Ничего у меня с голосом Санек, ночью у нас просто А, прости, что разбудил Но я по важному делу Слушай, Семена Кузьмича кладут в больницу Ему операцию будут делать на сердце И мы считаем, что тебе нужно приехать У меня работы много, Санек Дим, это очень серьезно Он умереть может Я понял, Сань Я понял, я приеду Ты там привет всем передавай, хорошо? Пока ждем Сказал, что приедет Что случилось? Плохо все Отцу будут операции на сердце Делать надо в Россию И с этим Как ты не можешь понять Это совершенно другая сфера деятельности Дело даже не в этом А в чем же? Дело в том, что ты пытаешься решить Проблему государственного масштаба Которой, соответственно, должно заниматься Государство, а не доктор Наталья Бондарчук Но государство же не справляется Государство не справляется, ты справишься Ты правда думаешь, что для тебя нет ничего невозможного? По-моему, то, что я задумала, вполне возможно Это совершенно другая сфера врачебной деятельности А следовательно, другая ответственность Я не понимаю, для чего ты это берешь на себя Ты и так целыми сутками на работе Тебя семья не видит Андрей вырос без тебя Ему Рита ближе, чем родная мать У тебя же нет личной жизни А ты не переживай Я никого не оставлю без своего внимания Ни семью, ни пациентов Хорошо, а кто будет этим заниматься? Я На кого ты оставишь институт? У нас есть прекрасный персонал И ты, профессор Нечаев, великолепно справишься с этой задачей А перед этим я тебе дам месяц отпуска Спасибо Кстати, благодаря тебе я не был в отпуске 10 лет Вот, у тебя появилась прекрасная возможность Да ты хоть понимаешь, о каких средствах идет речь? Ты посчитаешь и скажешь мне Что тут считать? Речь идет о миллионах Они у тебя есть? У меня нет Но наш институт может их заработать Я увольняюсь Я не буду с тобой сотрудничать Ты оставляешь мне, когда начинается самое большое, самое главное дело в моей жизни? Наташа, я всегда был рядом с твоей жизнью Я никогда не был ее частью Это не так Это так Но я всегда думал, что главным делом в твоей жизни является институт А это так А теперь ты говоришь, что главное дело в твоей жизни это мобильная диагностика? А что будет завтра? Что будет послезавтра? Максим, жизнь не закончилась Появляются новые цели, новые задачи Это нормально Это риск и афера Все, что ты задумала А для того, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно рисковать Я всю жизнь рискую Нельзя быть таким трусом Спасибо Наконец-то я услышал, кто я У меня хорошая новость Скоро приедет Дима Правда? Да Саша позвонил, сообщил об операции Нет, мне кажется Он никогда не приедет Потому что он Он не простил меня Считает своим врагом Потому что я Вернул Андрея Наташу Семен Ты опять об этом думаешь? Ну, Семен, ну что мне сделать? Чтобы ты об этом перестал думать? Как-нибудь? Я не могу об этом не думать Не забывай об этом никогда Ты посмотри Посмотри, какой он вырос Вырос такой большой Такой красивый Да Что с тобой? Я с Максимом поссорилась О, Господи Вот это да Так из-за чего? Из-за работы Он, оказывается, просто трус Так, слушай, не говори глупостей Давай я рассказываю Что у тебя произошло Субтитры сделал DimaTorzok Дорогой, ну послушай Но ведь у нас уже есть дача Прекрасный, комфортный дом В престижном месте Ты ничего не понимаешь, дорогая Здесь, в этой глуши Я буду ловить рыбу И собирать грибы Что читаешь? Учебник по праву, конечно Что я могу читать? Что-то случилось? Да Мама поссорилась с Максимом Да что ж такое Они же никогда в жизни не ссорились Думаю, у них заговорили амбиции Мама решила заниматься Передвижной диагностикой И собирается закупать технику Передвижной? Ну да Такие кабинеты Которыми оборудованы Специальные машины Как скорая? Ну, вот что-то вроде того Ну, в чем проблема? Дело-то хорошее А Максим, значит, против? Нет, не против Но он читает, что мама Должна должна заниматься своим делом И не взваливать на себя Лишние ответственности Ты знаешь, Рита Я Максима тоже понимаю Это не мамин профиль Но у него сдали нервы Он отказался работать с мамой И сказал, что устал от ее самодурства Самодурства? Самодурства Максим считает, что Мама не считается с его мнением И решил бросить институт Кросты навсегда Так Можно? Конечно, проходи Мам, я хотел поговорить с тобой Слушай Скажи, ты начинаешь новое дело? Да Без Максима? Да Почему? Потому что Максим Леонидович перестал в меня верить Он считает, что я не справлюсь Он думает, у меня много амбиций, гордыни И я ни о ком и ни о чем не думаю, кроме работы Мам, ты только не обижайся, но мне кажется, что он отчасти прав Я просто верю в то, что делаю И всегда буду бороться За что бороться? С кем бороться? Ты уже добилась всего Тебе этого мало? Максим Леонидович Ну, если Наташа так решила То вы просто должны ей Спасибо большое Помочь Ну, вы же друзья Коллеги, в конце концов, а? Напарники А ей не нужны коллеги Ей нужны рабы Она очень авторитарна Может быть Потому что она работала всю жизнь одна И это нелегко Не правда Я всегда был с ней рядом А за 10 лет она очень сильно изменилась Ну, знаете ли За 10 лет мы все сильно изменились Да, но это не повод, чтобы разбрасываться Я 10 лет строил с ней этот институт красоты Не для того, чтобы ездить по селам С диагностическими кабинетами Но ведь это благородное дело Да, благородное Но Наташа, пытаясь помочь другим людям Совершенно забывает о своих собственных родных людях Которые обделены ее вниманием Максим сказал это не потому, что он в тебя не верит А потому, что он тебя любит Он видит то, чего не видишь ты И чего же я не вижу? Ты скоро свалишься от усталости Он хочет помочь, а ты этого не замечаешь И вы, Максим Леонидович, чувствуете, что тоже обделены ее вниманием А кто вам виноват? Взяли, посвятили ей, значит, всю жизнь Она вас об этом просила Вот скажите, просила она вас об этом? Нет, не просила Вот Вы состоятельный человек Сколько можно действительно ждать женщину, которая не говорит вам ни да, ни нет Мне очень неприятно, что вы разругались Максим для меня, как отец Он столько для нас сделал Да, ты прав, Максим много для нас сделал Так помиритесь с ним Если ты его обидела, просто попроси прощения Наверное, вы правы Все это было глупо с моей стороны Что? А теперь вот, дождался Назвала меня трусом Ой, Господи, да она не в себе была Надо было у нее температуру измерить Вот Да, да, вы правы Сколько ж можно ждать и надеяться Все, хватит Ты очень мудрый И да, ты прав, я виновата И я сделаю первый шаг Пыль, грязь и запустение Мамочка, мне теперь все будет хорошо Я на свободе Первым делом надо довести здесь порядок И еще, доченька, в этом письме ты найдешь план местности Надеюсь, ты во всем разберешься Ты же у меня умница Да, мамочка, я у тебя умница Кажется, копать надо возле колодца Что ж, попробуем Мамочка, что же ты там закопала? В общежитии железнодорожника Сейчас, одну секунду Ну, зачем мы вернулись? За телефоном зачем еще? Сейчас Да Алло, Кать, привет Это Андрей, мы вчера познакомились, помнишь? Здравствуй Да, конечно, помню Кто это? Сейчас, секунду Да, я не против встретиться, конечно Давай, может, в парке? Хотя, да, погода Тогда, тогда давай в кафе, в котором мы познакомились Идет? Конечно, идет Хорошо, до встречи Он мне позвонил Он мне позвонил Кто? Ну, как, кто? Андрей Андрей? Я думала, ты уже о нем забыла Как его забудешь? Ты что, я его увидела и сразу подумала, что Я хотела бы встречаться с таким парнем И как ты это поняла? Ну, не знаю Между нами проскочила искра Привет, Андрей А че с лицом? Что, очередную деваху склеил? Тебе какое дело? Как какое? Я стою нервно в сторонке, завидую Ты у нас такой любимец женщин Ловелас Слушай, а как у нее параметры? Хороши? Павлушенька Тебе еще не надоело меня доставать, нет? Нет, что ты Мне это никогда не надоест Ты же у нас Маменькин сынок Ублюдок, который отца своего не знает Так, Андрюха, стоп Не надо, мрать руки об этого урода Не надо Сами вы уроды Тихо, 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 не надо Все, все Топаем отсюда, давай Все Ладно, быстро Давай, давай, ты тоже Не за что Не за что Все, все, Андрюха Проходи, проходи Ну как вы, как вы? Папа будет как рад Так по тебе все соскутились Счастье какое Приехал Ну что же ты не сказал, когда Мы бы встретили в аэропорту Ладно, ладно Боже мой, какой ты стал Ты стал взрослый, такой солидный А вы не изменились совсем Да? Как, папа? Не верил, что ты приедешь Будет счастлив Валентина Степановна на стол На стол на кровать Все будет, все будет Тут дело вот какое Садись Елена Сергеевна, я Хотел сказать, что я приехал Потому что папе плохо Хочу присутствовать на операции Надеюсь, мне позволят Его будет оперировать Профессор Тимофеев Навещает отца каждый день Все так плохо К сожалению, так плохо Хорошо, что в нашем доме живет доктор Саша такой молодец Если бы не он Даже боюсь думать об этом Значит, Тимофеев оперирует Саша рядом Значит, папа в надежных руках Ну, что же вы молчите Мой сын приехал Ну Сынок Как? Как ты? Так все нормально Да? Прекрасно Ну, в смысле Тут развилияние, понимаешь Ну, сейчас время такое пришло Либо болеть, либо помирать Ну, пап, ну Помирать еще рада Ты чего? Не понимаю Зачем ты обращаешь на него внимание? Мне надоели его гнилые шутки Такие же гнилые, как и он сам Никто Никто не смеет оскорблять мою мать Да, ты прав Такое спускать нельзя Если он еще раз позволит себе подобное Закопаю Слушай, он просто тебе завидует Я думаю Ладно, потом Доброе утро, коллеги Садитесь Да? Можно? Да Заходи А что ты делаешь? Не переживай Вешаться не собирался Лампочка у меня Включи, пожалуйста, проверить Другое дело Чего пришла? Пришла прощение просить За все, что наговорила Максим, я помню все Что ты Сделал для меня И ценю Ты мне не обязан Ничем, Наташ Нет Максим, это не так Все, что ты Мне дал Это бесценно Поэтому Прости меня Я не сержусь Я приняла окончательное решение Покупаю оборудование Для мобильной диагностики Мне необходима твоя помощь А я тоже Принял окончательное решение Наташ, я всегда помогу И тебе, и Андрею Если тебе это будет нужно Но я не буду заниматься делом В которое я не верю А почему ты не веришь? Тебе объяснить? Объясни, давай Потому что ты не потянешь Одно это дело Без помощи государства И дело не только в этом А в чем еще? В том, что твое призвание Помогать людям Делать их красивыми А не мотаться по перифериям Я понимаю, у тебя большое сердце Ты всех любишь Но помимо сердца У тебя еще есть мозги Так включи их Максим, а ты действительно Больше на меня не сердишься? Нет Но я считаю, нам надо сделать паузу В каком смысле? Временно прекратить сотрудничество Я ухожу В больницу скорой помощи Что ж А друзьями-то мы останемся? Конечно Ты прав Я загнула всех вокруг И совершенно О себе забыла, да А давай В театр вместе сходим, а? Я билеты куплю Давай Хорошо Заедешь со мной? Заеду Хорошо До встречи ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Твоё кольцо Спасибо, мама О, Анна Петровна А давайте я вам сделаю кофе Хотите? Я чуть позже буду Хорошо А у вас что, Алла, дела что ли нет? А у меня небольшой перерыв Да? Следующий клиент через минут 15 Сейчас я посмотрю, ну-ка Действительно Анна Петровна Что? Скажите Это правда, что Максим уходит от Наташи И возвращается в больницу в скорой помощи? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я даже не слышала такого Да? А я вот слышала Мам, это правда? Люся Занимайся своим делом Несуй нос в дела взрослых Это неприлично Мам, ну я уже не ребенок Цыть! Привет! 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 Я уже боялся, что ты не придешь Почему? Я же обещала Ну просто Когда Чего-то очень сильно хочешь То все время волнуешься Как бы что-то не случилось Как бы что-то не помешало Я вот даже пришел на полчаса раньше Пап, тебе нужно перед операцией больше отдыхать И соблюдать постельный режим, не спорь Надоело, понимаешь? Надоело валяться целыми днями в постели Ой Читать вот эти вот газеты Узнавать одни и те же новости Хотя нет Иногда там попадаются очень интересные вещи Ты посмотри Вот что мы вырезали из газеты с Леной Это твой сын Да ладно? Да Это мой сын? Ты посмотри, как он похож на тебя Да, кстати, на меня тоже похож Слушай, играет, играет в теннис, как я Ну да Да нет, ты что, на Наташу скорее похож, смотри Ну Есть Да, есть Да, Наташа за эти 10 лет стала Известная, богатая женщина и возглавляет институт красоты Да Она очень талантливый человек Я бы сказал, даже уникальный Да Я когда-то пытался тебя в этом убедить Но ты не послушал Да, у меня была возможность Обдумать свои победы, поражения Проанализировать свои поступки И вот что я тебе скажу Прости меня, если сможешь Да ладно, ты чего, папа? Ты чего? Все хорошо? Слушай, я так рада, что ты ко мне заклянула Ну что такое? То тебя днем со днем не сыщешь на твоей станции То ты теперь пропадаешь в институте красоты Да я сама счастлива, что я вырвалась И наконец-то тебя вижу А вообще как? Скучаешь по железной дороге? Скучаю Скучаю А ты вообще что-нибудь слышала О новом направлении деятельности Которым увлеклась Наташа? Нет, я не в курсе То есть, а ты ничего не слышала О том, что Максим с Наташей Ругались, да так, что теперь он хочет Из института уходить Да ну ладно Ну откуда ты все это знаешь, а? Да так Из разных источников Я учусь на юридическом И играю в теннис А ты чем занимаешься? А я учусь на эстфаке Хочу быть историком, как моя мама Она у меня и историк, и ресторатор по совместительству Нравишься ты мне, Катя? Очень нравишься У тебя девушка есть? Нет А у тебя парень есть? Нет Послушай, мне пора бежать Я отцу обещала домой пораньше прийти Можно я тебя провожу? Нет, лучше в другой раз, хорошо? Мне правда пора бежать Я рада, что ты пришла пораньше Я же обещала, вот и пришла Вот сейчас и поужинаем Я, кстати, кое-что вкусное купил Ну, заинтриговал А где все? А где мама? А где? Ну, мама, видимо, на работе А Елена Сергеевна? Читает дедушки вслух Но важно, что приехал твой дядь Дима Не может быть Да И где он? Ну, ты уж куда-то ушел, но, надеюсь, скоро придет Понятно, значит, будем с тобой вечер вместе проводить Я этому очень рад Отлично Посмотрим сегодня какой-нибудь, а? Давай Посиди, посмотри Давай Какой? Ну, я бы хотела про любовь Ну, про любовь Все девчонки хотят про любовь Нет, боевичок какой-нибудь Давай не будем, боевичок Ну, что? Ну, давай тогда, не знаю, комедию Давай Привет О, где там мы ходим? Пары давно закончились Он поклонится телефон обрывает Ритульичка, меня ни для кого нет Мне нравится только Катя И я с ней сегодня виделся Значит, так и отвечать Так и отвечай Ладно Пойдем ужинать Пойдем А где мама? А мама собирается идти в театр Спасибо Одна, что ли? Ну, почему одна? Она помирилась с Максимом, они собираются идти в театр вместе Да ладно? У-у-у Я рад Как же я хочу, чтобы мама вышла замуж за Максима Максим уже неоднократно делал предложение мамы Ты мог бы носить его фамилию Может, она наконец согласится? Чего тянуть-то? Да, я знаю, что ты любишь Максима как своего родного отца Да, по сути, он и был твоим родным отцом все это время Ух ты! Ну, привет Дмитрий Еще не узнаешь? Нет Ну, Рита Да ты что? Да Слушай, ты прекрасно выглядишь Спасибо, это все благодаря Наташе Ничего себе А как она? Эм Чем занимается? Вообще или сейчас? Ну, вообще Вообще Ну, и сейчас тоже Ну, вообще Наташа добилась многого А сейчас она собирается уходить в театр Театр? Ну, я могу подождать? А у вас очень неуютно Красиво, со вкусом Рит, у нас гости Кто это? Это я Эй Вы извините, у меня молоко на плите Это тебе Спасибо Съешь еще кусочек пирога Рита Он очень вкусный, но я больше не могу Ну, тогда чай Я тебе сейчас налью Третью чашку Слушай, 10 лет не виделись Ты еще красивее стала Как ты? Как семья? Я ничего Я живу в Америке Приехал в Россию Потому что Папе надо срочную операцию делать Вот как Сочувствую Ты Семену Кузьмичу передавай Мои пожелания скорейшего выздоровления Хорошо, передам Дима, а ты Зачем пришел? Я пришел про Андрею знать Как он? Мой сын вырос Ему 19, он очень меня радует 19? Он учится? Да На юриста Его медицина не заинтересовала Я хочу посмотреть на маму в новом платье Может, яблоко? Андрею что-нибудь обо мне известно? Нет, он уверен, что его отец умер Мам Тебе так идет это платье Ты выглядишь просто фантастически У нас гости Хочу тебе представить Не надо, мам Я знаю, кто это Этот человек Мой биологический отец Мой биологический отец Мой биологический отец Мой биологический отец Мой биологический отец